Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Пуна, пуна као провод. На едан излог стоје сребро и неке маловајне ствари. Други, велики, огромный излог. Франк Милер и ВЦСАТОВИСКУ ПОЦЕНИ, и то је било свеје и сваћеје. Редактор субтитров А.Семкин Тешко је. Сваакако, што се нам каже, немогуће. Блиндирана свето. Я сам то дуго времена посматрао, пратил и газду, и ко и што, и како. Рајко је у мазнијданима био јако студиозен. И свака плљачка, нарадно, која била нека озмена плљачка, трајала од два до три мјесеца осматранја. Значи, све се гледа, угао, позиција. Он је таква особа која кад види неку зграду или кад види кућу, он већ знај уутр какав је распоред. Он је као скенер. Я припремам бјехство одатле. Одмам ома преко пута, с те пјешачке зоне може да се побигне. Он је нашоо излаз, значе сто метара пјешачке зоне опет је починјала улица. Прометна улица. Највајније нешто. Бјехство топ. Па нема сто метара, до на семафоре и завијши си посој. Али како да се уради човјеће? Пошто је све деталјно испланирао Рајко сада, позива екипу криминалца из свих крајева бивше југославије. Наје ме финију екипу. Зово мене је Веоград, мога салета. Дође он, ја му покажем што и објасним јему како. Овај други, такође специјалиста, експерт за крађу кола. Овај Даројо за заје кола. Сваје свеје је имао свој дието посла. Оваје је пронашаво посла, треба да се уради. И зна ми како. За еще одну важную кодку в мозаику плана о компликованной плячке было еще двоих молодых детей из Македонии. Мы должны заблокировать лево и лево. Мы уже работали сто раз. Младенец, который привез в украденную машину, он покажет его на улице. Он увидит, что нет никого. «Украденную машину» и зашит в украденную машину и зашит в машину. Таким образом, чтобы блокировали полиции. Потому что когда полиция пришла сюда, они не могли бы пройти. Если они хотят прийти, они должны идти из кола, чтобы гурнуть машину, чтобы видеть что-то. И все равно это удивило. После десятков дней подготовки, Райко и его команда начат в акцию. Момак с Кацигом будет летать. Касин-то годы прошли украденицем. С menteбли. Украденная машина. Украденная машина. Рулетные, все это, все осталось. Мы разделяем где-то среброе. Мы разделяем где-то среброе, где-то среброе. Это все будет прозрачным. За 3-4-5 секунды, когда мы взяли в машину, а здесь я еду. И мы сейчас идем, и я легко. Я просто, как я еду, смотрю на ретрофизор. Если они хотят, то я среброе. Я не среброе, а не среброе, а не среброе, а не среброе, а не среброе. Я не знаю, что это было. Мы взяли по 80-90 миллионов. Мы взяли около 3 миллиона вредностей. Ничего не осталось внутри. Мы не среброе, и я не среброе. Мы же взяли на работу, Мы взяли по националу, а мы взяли и взяли на машину, и я среброе. Такое дело было. и пустошене ювелирнице в рекордном раку, инспектор е наводил на само едан траг. Актер код Пинк Пантера нешто по чему су предпознатливи. То је улазак у излог ювелирнице джипом или неким автом. Авто који се користи за актера уек е краден. Значи, бирају добро авто, яко авто. Едан пут је рекао да је једно време омилјен био Бензинеца од 5000 кубика бензинец. Када сам га питао зашто то авто, каже, је је брзо и могу брзо побије с полиција ако треба. Чин је досто дивљи. Често смо чупали аланне уређаје. Не да би, то је толико мућно, толико лудо, да тај аларни урађе ништа не значи, али збунјује пролазнике, зато што кад је шчупамо аланне, људи сматрају да се десила сао враћаје, удесно се десио. Никако то не повезују са крадђом или са неким криминалним делом. Сигурни су да је неко пијан улета у излог. Ко је човек кој је осмислио и извео ову и мнође друге акције широм Западне Европе? Дај 것амо да се е уда пиќали, пескакали, и ограде чуде. Рајко Цаушецић, још као тинејджер због бацанја динамита на полицијску станицу, послужио је тешку казну у строгом затвору Лјусоваца. Ту је испекао занат од старих робијаша, што је изкористио да широм Европе пустоши продавницы, становы, а даже и музеи. Краем 90-х, с неколицином других криминалов, он формировал банду, которая началась сфокусироваться на большую количество денег, злато и драго камень. Это все мои друзья, большинство моих друзья, которые были со мной прежде, которые были со мной, мы были кроли, ропиняли и так далее. Были тут очень важные моменты, которые были из Хрватии, которые были из Босни, которые были из Србии, которые были из Сенега, мы между лоповим, мы между нами, правим господем, по коим не менее, ни сих пор не осталось никому дружнее. Целая история о Пинг-Пантере, они начались в 90-е годы, когда начали санчи и раки, они начались как шанери, значит, маленькие лопови. Краем были буты, краем были одежны, и какие-то маленькие вещи. И тогда они эволюировали. И, естественно, как годы были пролезы, они становились все более и более, и их аппетиты и имена росли. Пинг-Пантере, это было направлено полиция, институции, и они направили которые были наиболее полиции, которые называют Пинг-Пантер, в Лиону, Интерпол, объединены с целой Европой, с целой полицией Европы, и даже после мира, акция Пинг-Пантери. Это не только организация, Пинг-Пантери это мы, бунтовники с Балкана, которые просто хотели платить нам ратную защиту, которые просто хотели и отбить наиболее, во-первых, наиболее, наиболее, которые у нас были сроки. Первое, мы начали в Италию, из Италии из авиана они были воевремя и были в машину, и они в авионе, и, естественно, мы сказали, «Али мы за «Жабар», сейчас вы платите». «Вы сейчас вы будете». «Дошли, мы в падову, мы только в падову и только, мы выкнули, девять и веленница». «Или, то с макса» Райкова группа, которую полиция также означала как пантеры, до спектакулярных плачков с помощью водителя, которые улетают в ювелирнице, пошла постепенно. Десятка година ранее, главный инструмент за разбивание излога был так называемый «диманский чекић» или «мака». Это, например, метал, ущианый челик, который входит в диманский плащ и тако се ствара тје чекић, али постоје још једна цака, а така тје чекић, каде се ударат, то блиндиранно стакло, мора да се потрефи тајна фреквенција да би стакло пукло. Како се прави мака? Американец, стар и наш ценоговорач, Югоvic, које некада живио у Михену, свуда под сије до скитница стара, он је имао на правија, он је то измислијо, или нехако како је дошо тје дошо тје. На нају мака стави се видија, знаеш, наје чекић што се взме у автобус или вуз за да се стаје, ео, носа откине, носа откине, носа откине, мака се мало наоштри, оно је видију, оно се навари, на мака мало се маскира, е тоја та мака дјеманта што каже дјеманта. Никако де је будет би да заради јеманте. Кој tracksи буди је дјаманте. Американец је значи ту мања првија, м Tae Minister wenn McCahlас име gjот after your strength и мојо паметјо и је пол 더јје перрија паре. Аobook а сюжетale. Мы приехали в Италию, и я смотрю в Италию, в Падово, и шетом в вечер, все злато остаются на излоги. Синя говорит, что это, как стоят целую ночь. Да, 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 да. Сейчас мы в Кадси Гури, мы в Кадси Гури. Мы тоже в Кадси Гури, но это и другие, но это и другие, и другие. Мы только идем с моторами, и мы были хорошие мотористи. Мы в Кадси Гури, в Европу, в в Кадси Гури. Райкова экипа не только делала краджом Диамана и Накита. Свои лоповские вещества использовали и за другие, большие послания. Один раз я звонил мне из иностранства. Один мой парень говорит, что нам нужно быстро. Что говорит, друзья? Он говорит, что мы платим тебе все, чтобы ты увидишь что-то. Айда, ваш! И это моя казино, это все люди, богатари, магу-пи, спиуни, политики. Казино, это всё, что происходит. Я пришел туда и сказал, что он у меня 3 миллиона евро. Если вы знаете, он имеет 3 миллиона евро. Это профессиональный коккар. Он получил американский покер в Америке. Он получил 3 миллиона евро в Америке. Но он не платил ни к кому. Он получил лову. Лову держи в доме. Он отдал его в доме. Где живет Аветинь? Не знаю. Не знаю где живет. Мы идем в доме. Мы идем в доме. Мы должны все видеть. Я останусь в доме. Я останусь в доме в доме. И ждем. Когда он выйдет из доме. Я так за ним. Он выйдет из доме и идет в доме. И твое escuchа юто irifsит утащит за 4 часов на двору. Мы ходили через.. Я дорогая шестерня. Мы могли отдыхать вот как вода. Начали под поднfruit. Как я nucли-то идем. И я забыл идти в землю. Он увидел что молотый нею., чтобы зать ллохте двухян. Одна женщина, старая женщина, когда она поднимает клавиатрами, я просто на прсту и видит как она звучит. Я вот так и за ней стою, вот так и смотрю. И как она открывает дверь, я проезжаю на улицу 47374. Да не забравим, она и код, знаешь, брат. Значи, скинулся код, имам улаз в зграду. И вот он идет. Клик, лифт, на другом спрату. Я, как раз посмотрел, не видел. Он скинулся, ставил саку. И, видимо, он еще верил на связи, от ключев, из джепа. Я скажу одному моему другу, и сказал, «Молимте, овде, преко пута, да направите нечто как…» «Свађа, нека прпирка, да се сви окрену према там». И они се како прогулка, нешто озминје, ба, ба, ба. И он стоја овако. А я овамо узмем у ключев, одем у кухинју. И онай тостер сир, што се зато танки. На нега бап, бап, направим отисак свих тих ключев, што он има 4-5 коммата. И поново я долазим, и я сад кажем, «Па, морато опет исто да вратим у човеку». И сад улазим у зграду, знам стан, 4 сата на вече, и полахако испробавам ключеве. Тик, тик, ево га. Тик, еко момци, имамо ПИН-код, од улазних врата, знамо где живи, кој спрат. И имамо ключеве од негого стану. Можемо дуѓима кадо сише. Сад требамо да прилику, кад он излази, я чекам то предече, после подне, знам да коккари сви спавају, нема ту потреба, ти ништо покушаваш. Значи, он еѓе ко 4-5-6 сати, нема појма кај било. И залази он. И улази у такси, и я за ним. Та видим, где је човек? Одна ту мблизу си ушли у јан локал. И назавје мова ми другу, и каже, «Мало, можешеш ли доћ у ту и ту улицу, тај број, могу». Овај што је дошало за ме, он е остај на телефон. на телефон и да чува них, ако изази, ако крене, прямо горе, да яви. Тражи, не дирам нища, само тражи, где је каса. И нађем касу с лире стране. Пробам ону касу, ма какви, нема шанса. Я могу мрднути, али треба то изнедно. И онда позовем неке мој пријателје и кажем, је 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 помаће, да је вам 10-15%, је је вам дати. Како не је је, Рајко, нема проблем ше. Илеганно, ја возим. Узбуђенје максимум на дралин 300%. Три милиона, тип је дати од три милиона евра. Одворије ми касу, внутрђа водимо. Около 60.000 евре. 20-30 дуката, јеки папири ден ође коскаски. Баш разочарје. Ја см оставијин в Циногуро трој мали јеје је, В три месяца я был в городе, и готовил, и работал, и это огромное, огромное место, которое нужно было сделать. Ипак, за Райка и его экипу, эти грешки не были честны. В дугогодишним криминалным делах, многие витрины европских златар, остальные были праздные. Нередко, пантеры были наивицы, чтобы были погрешены и осуществлены на дугогодишней рабби. Одна такая ситуация произошла после еще одной в низу великих плачков. И как я перелазил эту улицу, как маленькая главная улица, я перелазил эту улицу, и сейчас... Полиция, спокойно, легкая улица, и дугашина светлая, спокойно перелазил. И они пускают меня, и они пускают меня, и они пускают меня, и я перелазил их перед ними, и они спокойно за нами. Нема, можно сказать, другого избора, сад, декста. Лиево, десно, не прошло пять, шесть минута, мы се мало сакрили, глядамо, што ћемо. Добро ну што сом побегли, човече. Когда это будет верным... Их иди, спустя! Гр aggressive! Мы расставим его и ждем его прямо. Первое, после работы, что он не останется, чтобы они не нет, чтобы держать. Он может увидеть участников или что они поменят город и земля. И это busy несколько дней. С ducks так называют, что никто не потерна. Все эти деньги, которые они успеют взять и украсть, очень кратко продолжают. Как они приходят, так и идут. Так что очень быстро, даже после месяца, Райко или другие, уже не было ни одного кинта. Так что экипа начинает начать думать новым планом, когда эти идеи были готовы. Этот рынок в Паризе известен по эксклюзивным работникам, особенно ювелирницам с прескопим накидом. Те продавнице, или златаре, часто были мета наших криминалов, или пинг пантера. Это очень элитный четверт. Это много крупных работников. Цены там невероятны. Сами закуп, или цена квадратного метра, невероятны. То все мери стотинами хилада евро по квадрату. В одном ювелирнице было платное дом. Малый излог не было слишком большой, а тут было в камене, сато. Он был интересным. Ричард Миле. Ричард Миле был здесь. Ричард Миле стоит 400 и нечто хилада. Он выжил два шака, и выжил несколько миллионов вредностей. То есть, несколько миллионов там, и мы видим их, а не можешь их поддирать. Не можешь. Не можешь. Не можешь. Плац Ван Дом. Тут есть и полиция, и туристы, и это, но в вечер не имеют никого. Пуст. И только, в вечер, видишь какого-то сија злато, диамант и рашуда. Я сказал, «Мена желе да урадим Плац Ван Дом. Центар сврце Париза». Не можем да радимо нактера. Там имея степениц, и горе, паа врата. Паа чудо. Блинди је, на велики поји, то има поачани блинди. То сам я дуго припремао. Како би то извео Майкова? Сазнамо за ланце. Ланцы имеют маленький аккумулятор, две флашки, каблеты, как за варене. И имеют дуга, как метр, как прст дебелого, который упал на аккумулятор. И с этим можно изрежать зид. Это вызывает 5700 температура. Чланови Пинк Пантера нече да плачкаю било кою златару или ювелирницу. Это в главном на эксклюзивных местах, а где, благодаря тому, и яркое обезбедение. У Париза, например, работали на Плацу Ван Дом, где есть очень яркое обезбедение, но это элитный део. И когда плачка из-за плачка, знайте, что тебе будет иметь добар плен. Да, надо быть уверен. Где идти и на что идти. И, в результате, направили некую процену колкость будет украсти у наличной вредности. И нашал сам баш правую монетно, где-то около 3-4 часа утром. И имало ли само ни новинари, что наше почту. И, в результате, мы взяли авто, и фургон. Внутри были флашки, ланцы были все готовы. И, в результате, мы все готовы. И, в результате, мы все готовы. Прибыли на авто утром. И, в результате, мы все готовы. Французы стали очень рады. Это был в центре Париза. Плац Ван Дом. Один из самых элитных. Чекай, это самые мощные и богатые люди. Мы взяли эту струйку, мы взяли 300.000, 100.000, чтобы мы не увидели, что мы увидели дальше. Живот крадливца Накита носит огромные зарады, но и больший ризик, как для людей, которые работают, так и для экипы, которые работают. Нормально не может быть так гладко, как люди думают. Мы находились в Европе, и мои друзья, когда мы играли в ту, мы связали с этим, мы говорили, что Райку, мы у нас есть хороший работа, мы все были, все были. Мы были, все были, все были. Мы были, все были, мы были, мы были, мы были, это не позволяем. В нашем жаргоне, это не позволяем. Это было очень большим, и это был очень шок. Мне жаль, что я не готов. Это были мои друзья, они уже знали систему, что они должны быть готовы, и они делали все готовы. Я вернулся к ним. Это была золотарская работа. Было много золот, но это был очень большой. Это был очень большой. Я, первое, прежде всего, я могла поднимать рулетку, а потом гранить вверх, на спроицах. Я не могу, я не могу, Я не могу, Мы забили двое, два пайса. Вы идите внизу, и они вверх, и на другой. И ты сидишь, и ты вверх, и ты вверх, и ты вверх, и ты вверх. Я пошел, и я пошел. Он был прямо в излоге. Другой мы купили на этот, а я пошел внутрь, чтобы увидеть, где он был в бюро, чтобы не было ни разу. Каза была открыта. Я пошел, только пошел на путь. Пистолет. И только пошел. Когда я увидел человек так, он не сообщает ничего, заблокировал. Не его кипятся. Я сказал ему, что нет. Он сказал, что нет. Не бойся, какой он мне имел. Это его язык. Я видел наше сыр. Я понял, что он ушел в кипящий. Он сказал ему, что хорошо, мы чуть скрыты. Я видел у него молодой сыр. Друга, который находится вниз, а потом слышит что-то, что-то движется. Я взял, подижал другу, вышел на улицу, авто, они меня ждут, никто не оставит меня. Я поставил его немного позади и мы погасим. Я спрашиваю, сына, если ты хорошо? Мы увидели, что он был в очень критичном состоянии. Мы отехали сразу к этой больнице. Мы все начали с каменем, газем из стакла, и мы убежали. Музыка Младись, я живу уже три дана и умраю. Музыка Музыка Майуртатис Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДОСИЕ